Мужские разговоры и размышления о главном в жизни. Квартет И презентовал в Минске спектакль с длинным названием. Письма и песни мужчин среднего возраста, времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть. Философские размышления оценил Владимир Королев. До начала спектакля остаются считанные минуты. Примерно в это время ребята из квартета И желают друг другу только хорошего выступления. В ближайшие два часа дворец республики наполнится исключительно мужским юмором. Ростислав Хаид, Леонид Бароцк, Амиларин и Александр Демидов. Это основа квартета И. Их философские размышления о жизни с присущей мужской логикой покорили публику своим откровением в шуточной форме. А я понял, что старею, когда заметил, что в аптеке становится все меньше лекарств с незнакомыми мне названиями. Философские размышления о самом главном. Спектакль с длинным названием «Письма» и песни мужчин среднего возраста, времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть. Выдержан в фирменном стиле квартета И. Тот же юмор, который звучал в день радио, день выборов и о чем говорят мужчины. Знаете, как свой возраст осознал? Когда Зидан ушел из футбола. Еще почему? Потому что старенький ветеран, а ведь он на год пал уже меня. И вот тогда я сразу четко понял, что никогда не сыграю за сборную России по футболу. Несмотря на аншлаг в зале, выпускники ГИКИСа признаются, сами они никогда не были элитой театральных или киношных постановок. Впрочем, даже это не мешает им быть популярными почти 20 лет. И в театре, и в кино у нас какая-то такая своя ниша. Нас никогда не признавало ни театральное, ни киношное общество. И не признаю. На протяжении всего спектакля им удается погрузить зрителя в глубокие размышления. Вспомнить о прошлое своей жизни и посмеяться, а где-то погрустить над реальной ситуацией, вызвав положительные эмоции у минчан. Владимир Королев и Виталий Селябко. Агентство теленовостей.